Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР» в студии я и ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 127-72-78. Наш электронный адрес в интернете nostalgiatv.ru Народные артисты Российской Федерации ходят в эту студию как на работу. А вот народные артисты и артистки Советского Союза здесь появляются крайне редко. Наша гостья одна из тех великих. Она появилась на свет в Москве, окончила хореографическое училище при Большом театре. В возрасте 18 лет пришла в легендарный ансамбль «Берёзка», где прошла путь от актрисы, танцовщицы до художественного руководителя и главного балетмейстера. Народный артистка Советского Союза, профессор Мира Михайловна Кольцова в гостях у меня сегодня. Добрый вечер, Мир Михайловна. Здравствуйте, Володя. Как настроение? Прекрасное настроение. Чудесная программа. Особенная. Настрофическая. Поприветствуйте ваш канал за то, что вы помните добрые старые времена, и нам есть о чём говорить. И что взять в пример, и что не надо. И хочу привет передать большой. Я не сама по себе просто Мира Кольцова. Я представитель нашего государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка». И от имени всего коллектива Большого нашего хоровода и директора, и заместителя художественного руководителя Василия Яковлевича Стодушного. Я им случайно представляю, потому что мы работаем уже вместе два-третий год. И хотя «Берёзки» уже много-много лет, хотя вечно молодая, так надеюсь. Конечно, так и есть. Надеяться не надо. Так и есть, Мир Михайловна. И я принесла, если возможно, увидеть мой поклон вам, дорогая публика, аудитория и всех, кто нас увидит. Ну, вот вы верно сказали, что мы вспоминаем действительно добрые старые времена и храним традиции таким образом. Но вот ваш ансамбль уникальный. Мне кажется, туда, к добрым старым временам никак не отнесёшь. Вы по-прежнему молоды и современны на сегодняшний день, как мне кажется, оставаясь при этом символом страны. Да? Ну, может быть, в этом и прелесть есть, что мы представляем традиции, которые вековые, в общем-то, супер на великой Надежды Сергеевны. Уникальный жанр, который не был никогда в мире, никогда. Да, это было буквально открытие. Ну, и жиждится оно на классической основе. Она сама была балерина классическая. Общественно, допустите меня сейчас о разговоре о Надежде Сергеевне только. Мы можем говорить... Часами просто. Часами. Про Надежду мы будем говорить с вами. Да, да. И хочу сказать, что вот эта новизна, которую она принесла, это классика, это знание истории России, знание фольклора и, конечно, авторский талант. Потому что каждое произведение придумано, и ею, впоследствии, мною, ну, номера, которые ставятся, нигде не идут, но они основаны на русском жесте, на состоянии души. Мне хочется спину выпрямить немножко рядом с вами на хаге. Это прекрасно. А вы сейчас хорошо сели, кстати говоря. Так все должны ходить. И когда я начинаю мастер-класс вести, куда приезжают Божьему, откуда только не едут, люди мечтают. Как раз вопрос хочу задать по этому поводу. Давайте. Публике побывать в ансамбле, на мастер-классах, просто прийти, посмотреть, как живут, как репетируют ребятки наши. Ну, и мы вернемся к Надежде. Да, конечно, обязательно вернемся, поскольку это история. А публику я хочу спросить наших зрителей, дорогих. Скажите, пожалуйста, когда и кто видел «Березку», когда вы встретились с нами? «В какое время?» И второй вопрос, он более такой замкнутый и серьезный. «Какой из великих русских композиторов упоминал «Березку» в своем великом сочинении?» Два вопроса будет, да? Второй, да. Но он опять имеет продолжение. Второй вопрос. «И какой великий русский поэт воспевал «Березку». Как мне кажется, про поэта сразу на слуху, если я правильно подумал, но пока подсказывать не буду, ибо это ваши привилеги. Первый трудный, он трудный почти. Первый посложнее, я бы сказал. Но два вопроса, или даже два, три, в двух уместилось у Вера Михайловна. Я могу подсказать сразу, если надо. Не надо пока подсказывать. Да. А самый главный вопрос. Когда мы с вами встретились? Когда вы действительно встретились с «Березкой», друзья мои? Каждый человек. Каждый из вас наверняка помнит какое-то выступление легендарного ансамбля «Березка». Какое помните вы? Быть может, были на концертах, либо видели по телевизору, либо чем-то другим памятен вам этот коллектив. Хоровод, как называет Мира Михайловна, по-прежнему этот коллектив. Наш хоровод, да? Да, да. И я как раз подскажу. Ответ дело в том, что все, как правило, все концерты, без исключения, и при Надежде Сергеевне, и уже после нее. А это страшный период вообще, явление потерять создателя. Это немыслимо. Создать очень трудно, а развалить в одну минуту. Это пара пустяков. Это правда. И, к счастью великому, вот этот рубеж нами пройден. Сегодня я уже 40 с лишним лет руководитель. Но Надеждина ведь готовила преемницу для себя, готовила руководителя. Она сразу в вас увидела человека, который заменит ее. Ну, так об этом говорят, что хорошо, что увидела она. Это не всегда возможно понять. Главное вот сегодня в нашем деле – это школа. Особая школа березки. Особая манера, умение вести себя. Вот вы видели сейчас? Опять горбился, да? Да, да, да. Но вы же сделаете из меня буратино. Вы же из любого полена можете сделать буратино. Я умею. Хотите? Ну, вам с вами легко работать. Да? Вы уже не буратино. Ну, я уже не полена. Вы пьеро хотите? Хорошо. Это Мальвина. Позвольте говорить. Договорились. Мы распределили роль. Слава богу, здесь нет Карабаса-Барабаса. И самое интересное, что я… Ну, Карабас-Барабас – это руководитель, да, образно говоря. Да. Вы к таковым не относитесь, насколько я знаю. К строгим руководителям, да? Ну, понимаете, особая строгость здесь должна быть. Особая? Конечно. Это не палочная система у нас в ансамбле. Конечно, я понимаю, у нас есть предметы, классический урок. Ну, я отвлеклась. Можно я вернусь? Конечно, верните. Буду скакать по древу. И мы начинаем хороводом «Березка», первым хороводом, который создала Надежда Сергеевна, все наши программы. Это знаменитая шаг, о котором так много говорят, что «Ой, это какой-то фокус Божий, упаси господа». Это не фокус Надежды на Ниакопян. Хотя в каждом номере мы предполагаем какой-то разворот, какой-то фокус, какой-то под фантиком сюжет. И это шаг, который поплыли барышни. Они просто поплыли. Это идут Марии, Дарии, Акулины. Издревле по миру. Из России. По традиции я сейчас расскажу вам в визитной карточке поподробнее про Меру Михайловну, а потом и про шаг, и про все остальное обязательно. Мера Кольцова. Славянский базар в Битебске. Помимо широкой концертной деятельности, участвует в благотворительных акциях. Занимается популяризацией русского танцевального фольклора. Проводит многочисленные встречи и семинары с представителями российской и зарубежной культуры. Профессор Московского государственного университета культуры и искусств. Академик Международной академии культуры и искусства. Академик Международной академии меценатства. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. Кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степеней. Народная артистка СССР, Украины, Республики Северная Осетия, Алания. Ну, далеко не все я, конечно, рассказал вам в визитной карточке про Мира Михайловна, поскольку биография насыщена, но вся жизнь связана с одним именем. Мне кажется, для кого-то это уже именно рицательное, несмотря на то, что и поэты воспевают, и композиторы пишут. И об этом вопрос был Мира Михайловна. Но, тем не менее, вот с березкой неразрывно связана вся жизнь Мира Михайловны Кольцовой. Вот на протяжении, я не буду произносить эту дату, скольких лет. Большого количества лет, скажу так, да? Да. Потому что вы пришли в 18-летнем возрасте, да, в коллектив? Да, да, до окончания училища. Экстерном закончив училище? Она, да, попросила принять у меня экзамены, потому что она взяла меня раньше на полтора года. И приходили великие наши балерины и балетные педагоги-мужчины смотреть меня персонально, потому что была поездка в Париж, а я уже была в превиртуаре, притом с разными такими моментальным обучением. Где-то в кулуарах что-то рядом покажут, самый трудный номер программы. Во всех номерах, это тройка у нас знаменитая, просто бегут люди, три человека, лошадки. Потом она уже переделаться мужчинами сделала, главная девочка. И я сразу схватила этот шаг и фокус, отъезд на вожжах. Все, я попала на многие годы. Это труднейший номер, дышать нечем абсолютно. И вот пока он не пройдет, концерт кажется, ну, там еще 10 танцев, это все ерунда. Но одним словом, я уехала уже в Париж, потом я получила тут же диплом, повернувшись. Нет, это особый разговор. Приход в «Березку» – это история такая, по-моему, она потрясла весь ансамбль. Потому что Надежда Сергеевна, она была строгий руководитель, ее боялись, ее почитали, ее называли мадам с трепетом. Худая корова, еще не газель. Это да. Это ее высказывали. Да, не только, да. А эта фраза гениальная, когда на вальс «Березка» стали пробовать девочку, красивую и талантливую, но координации нет. Понимаете, вот танцуют руки-ноги врозь. А это все должна быть такая музыка, легатированная особенно. Ну, и посмотрела Надежда и сказала, господа, запомните, худая корова, еще не газель. Ну, у нее много было таких фраз, когда мы, например, пели, а мы пели, нас проверяли. Да, для многих это, кстати, удивительный момент, что вы пели. И меня тоже проверяла она, когда мы пришли с мамочкой. Вы показали мою мамочку. А это мой первый, самый главный, самый сердечный и талантливый учитель. Не только мамочка. Она знала все, как надо, потому что когда-то она танцевала. А потом она меня воспитывала одна, без отца. Но папа ведь вернулся с фронта, насколько я знаю. Вы дождались и были счастливы, поступив тогда, да? Ну, так случилось, что после этого... Он ушел, да, из семьи? Да, да. Ну, да, расстались. И мама выучила меня. Повела меня в дом железнодорожников. Рядом был знаменитый Данаевский, брат его. Да, да, да. И меня приняли на три факультета. Это хореография, вокал сольный и вокал общий хор. Я потом и пела, и в опере главную роль пела. И очень смешные истории все с этим были. Когда была поставлена опера «Джанат», ну, такой прообраз, когда Сталин, девочка, помните, да, подносил ему цветы. Да, 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 да. Из Востока, девочка. Ну, короче, а меня украл какой-то лихоглаз. И пионеры юные, как говорит мой супруг Голова Чугун, и огромного роста пионеры были, вытаскивали меня из пещеры, руки отпустили старшие пионеры. Это был театр Красной Армии, между прочим. И головой я упала на сцену. Как я говорю, это была первая моя травма профессиональная, после чего мне можно простить все мои грехи. Потому что я запела, ах, Олесик, братец милый. Ну, по радио я пела у дороги Чибис. Короче, и помню это такое чудесное время. А тогда ходили и собирали таланты. Ну, способных детей рекомендовали учить. И мамочке предложили моей отвезти меня в школу Большого театра на экзамены Тритура. Ну, вы понимаете сами, это элитная школа. Это особый мир. Мир, да. Это не школа, это училище при Большом театре. Где-то знаком с операми, с балетами. Танцевали все. Крыс, мышей, птичек. Это вспоминать можно годами. Очень смешные истории. Ну, и она была... Я прошла все туры. И хочу обратиться к моим педагогам, которых я почитаю каждый день. Я верующий человек. Открою чуть-чуть, так сказать, свою душу и скажу, что я вспоминаю. Не просто я... Молюсь за них. Молюсь за них, да. Поименно. Это великие педагоги. И за это величайшее спасибо. И училищу Большого театра, и тем людям, которые оставляли следы на руках. Синячок небольшой. Но зато ты это синячок запомнишь. Потому что так вот так руку держать нельзя. Давайте вернемся к разговору. Я хочу показать первый сюжет, как выглядела «Березка» до вашего прихода и уже с вашим приходом в качестве солистки. Прямо сейчас. Давайте начнем, наверное, с фестиваля молодежи. По-моему, в Венгрии в 49-м году. Потом вернемся. ПО-моему, в Венгрии в 50-м году. Венгрия выступала в Варшаве с новой программой. Гастроли советского ансамбля «Березка» вызвали в Соединенных Штатах Америки подлинную сенсацию. Кто бы мог недавно подумать, что слово «Березка», близкое сердцу каждого русского человека, войдет в лексикон тысячи американцев. «Березка» всегда в пути. Ее всюду ждут, как желанную гостью. Сейчас нашим ансамблем любуется Брюссель. Посмотреть спектакль «Березки» – это все равно, что съездить в незнакомую страну и познакомиться с ее народом, метко подметила столичная газета «Суар». И, похоже, она не ошиблась. Рожденные в СССР Рожденные в СССР Мира Михайловна Кольцова, народно-народный артист Советского Союза, руководитель государственного ансамбля «Березка» в гостях у меня сегодня. 127-72-78, номер нашего телефона. Уже в начале нашей программы Мира Михайловна задала вам вопрос, когда состоялось ваше знакомство с «Березкой». Мне кажется, ни один правительственный концерт, ни одна концертная программа в принципе на центральном телевидении, значимая, не проходила без ансамбля «Березка». Какие выступления памятны вам? Если доводилось побывать либо за границей, либо у нас на выступлениях живых ансамблей, тоже расскажите. Ну, еще были вопросы, мы их титрами дадим в нижней части экрана сейчас, для того, чтобы вы могли вспомнить, либо угадать. Такое тоже допускается, да? Да. Чтобы вы угадали либо композитора, либо поэта. Это уже вы как хотите, друзья мои. Ну, мы показали ту часть, когда вы еще не были в коллективе, да, в начале? Я через 10 лет пришла. После образования коллектива. Да, там что-то было, и то, что не было, а потом там даже моя постановка «Калинки» уже, такая хорошая. Ну, здесь просто мы прошлись по гастролям немножко, коллективы в разных странах вас показали, поскольку, мне кажется, наверное, нет континента, где вы не побывали, да? Нет, почему же? Есть? Я хочу тоже задать вопрос, хотя не знаю, нужно ли это говорить. На каких континентах, я не знаю, как это называется, это два явления на нашем земном шаре. В Арктике и в Антарктике. Там мы не были. А, вот два материка, где вас еще не было пока. Ну, пока, надеюсь. Пока. Близко там где-то в конце уже в Аляске бывали, а вот тут пока нет. Ну, вот мир Михайлович... И не надо, не хочу. Ну, холодно, во-первых. Да. Либо очень жарко, поэтому перепады температуры. Потом пингвины, по-моему, не так эмоциональны. И не так пластичны, как вы любите мир Михайлович. Да. Как мне кажется, хотя у них своя пластик. Да, и потом, когда идет наш концерт, обязательно какой-то ребеночек много сидит на концерте с родителями. Это есть еще и просветительство. Мы же не только зрелище, ради зрелища, хлеба и зрелища, нет, Боже упаси, мы еще большую функцию несем. А я, может быть, странным вам покажу с человеком, но я люблю свою страну, как и весь коллектив наш. Мы просветители, мы много работаем с молодежью. Сегодня особенно, потому что не хватает нам немножечко дать детям сегодня что-то именно от нас, от березки, от культуры народной, от классической. Уж больно откровенно можно быстро научиться, как украсть, как своровать. Извините за такие сленги. Теряется русский язык, что меня бесконечно беспокоит, потому что, выезжая за рубеж, я часто ходила слушать где-то в магазинах эмигрантов старых лет, как они говорят. Да, да, да. Но это были еще и ваши поклонники, эмигранты старых лет, которые могли вас там в Латинской Америке встречать по-своему, китайскими пельменями угощать в другой стране и так далее. И были люди, которые приходили традиционно на ваши мероприятия. Да, да, они знали. Там такие были люди, как, например, правнук Крейсера Варяк, капитана Крейсера Варяк, Руднев, да. Это целая семья со старинными абсолютно нам неизвестными обычаями, как это происходило, даже вот трапеза особенная. И поэтому, конечно, наши корни грандиозные у России, грандиозные, бесконечные, их можно славить века. Но вот помимо любви к России, я знаю, что она у вас действительно огромна, патриотические ваши чувства велики. Вы как-то признались, что очень любите лес. Лес? Лес, да, лес, природу, грибы. Нет, вот-вот. Если бы не лес, как-то вы сказали, именно лес стал одной из причин, по которой не уехала я из страны. Даже такая цитата сегодня нашлась. Это кто-то меня переврал. Переврал кто-то? Ой, как сильно-сильно, бедненький фантазер. Но я хочу сказать, предложений было много. Уехать? Уехать и выйти замуж. Когда-то даже просто писали безадресно, незнакомые люди. Ну, а главное, открыть школы. А у девчонок, у девушек, у артисток были желания остаться за границей? У нас никогда. Никогда? То есть таких вот годуновых в коллективе не было? Нет, у нас нет. Никогда. И не было сына у Надеждиной, вы понимаете, о чем я говорю. Никогда никакого. никто не оставался никогда. Не потому, что, знаете, подружелю. Нет, Боже упаси. Мы просто не понимали этого. Кто попадает в «Березку», мне кажется, попадает в какой-то немножечко такой болезненную на грани какого-то восхищения любовь. Заболеваешь любовью к ансамблю, к его делу. Но с другой стороны, ведь была идеология. И я хотела бы... Был инструктаж жесткий достаточно. Вы молодая девочка, приходящая в коллектив, уезжаете сразу в Париж. Да. Да, и, конечно, было. И были всякие случаи, когда, например, в Америку был какой-то поклонник, который сел, кажется, на первом ряду. Это же большие деньги. Откуда он взял? Это, конечно, было подостово. Он с нами работал тогда в группе человек от управления американских, да, берегли нас. Это был импресариус у Юрок, не кто-нибудь. И ездили мы там и по шесть месяцев катались в автобусах города разные. Вот он каждый раз присылали подарки мне, да, даешь негру. Отсылать доллар. Поэтому, конечно, какие-то были моменты и были разные случаи. Но такого не было никогда. Замуж у нас вышли барышни за некоторых иностранных красавцев, мужчин. Было просто у нас сейчас даже работают такие итальянец, который приехал сюда работать в Москву, открыл свое дело. Он ученый. Но вы тоже вышли замуж за красавца. Цыган, по-моему, он был. Красавец-цыган, который танцевал не в вашем коллективе? Нет, нет. Это было заботой для Надежды и большой. Я понимаю, теперь, когда ты видишь балерину и говоришь ей всегда только хорошо. Она не делала замечания, она смотрела влюбленным глазом. А я, в общем-то, человек достаточно скромный, честно скажу. Он, в общем, пессимист. И хотя веселый, из-за компании я могу петь и танцевать. Все. Но в душе как-то бывает так тяжко. Так вот, я понимаю Надеждину, которая смотрела с любовью и благодаря этому я расцветала. Да, у меня был первый супруг, совершенно гениальный танцовщик. Танцовщик Игорь Месеев, кстати, да? Гениальный балетмейстер и главное, что это певец. Я мечтала бы дирижером. Для меня музыка первична. И когда эти песни цыганские, когда цыгане говорили настоящие черные сидят в этом огромном длинном доме такой, знаете, как многожители. Ну да, табор. Да, табор, да. И сидят у них тут кораллы. И когда я запевала, я пела неплохо, и Надежда очень любила, когда, я вам рассказывала, при проверке я расскажу, может быть, будет время, останется. И они говорят, а Рома-Аромала, смотри, как эта беленькая поет. Короче, я с удовольствием шесть лет жила в этом таборе. Они приезжали. Беленькую забрали в табор почти, что к себе. Да, почти. Ну, у меня родился сын. Но Моисеев же хотел вас переманить к себе, насколько я знаю, да? А вы знаете, вы все знаете. Был такой, да. Был же такой случай, Надежда? Было, да, да, было, потому что, во-первых, ну, в то время я была сильный профессионал. И Боря, его звали Борис, Санкин, говорил, после того, как я родила сына, надо было приходить в норму моментально, потому что я не была ни минуты в декрете. И я в шубе большой жога бегала, учила одна. Представляете, жог, который идет, а-да-ра-та-та-ра, движется. Он говорил, какие легкие ноги. А это такой термин. У нас есть разные термины. Плечи на ушах. Это вот так танцует, понимаете? Это ужас, да. Вот когда вы сели. Но это другое дело. А легкие ноги? А легкие ноги, это когда ты идешь, и у тебя техника хорошая. Говорит, ну, как так можно? Ты такая и высокая, и все. И такие легкие ноги. А потому что школа Большого театра. Спасибо ей по сей день. Ну, в общем, вы не поддались на уговоры Игоря Моисеева, да? Там вообще не только. После кино тоже просили дальше сниматься Герасима. После кино мы сейчас поговорим. Давайте Татьяну из Кирова сначала послушаем. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада, очень люблю вашу передачу. И очень рада видеть Нира Михайловна. Желаю ей здоровья и бодрости еще на долгие годы. Первый раз я видела ансамбль «Березка». Фильм «Ельичи весна». Я 48-го года рождения, поэтому жила в Ярском захолустье. И для меня кинотеатр был окном в культуру. И вот попав уже в Киров, я попала на концерт «Березки», которая приезжала не очень давно. И вот как говорится, собрала все свои брюши и пошла. Думаю, я должна это видеть воочию. А в те фирмы все концерты, какие только были по телевидению, я ни одного не пропускала. спасибо вам большое за ваше творчество, пожелаю здоровья и бодрости вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Ждем вас на концерт. Вятское захолустье, это вы хорошо сказали, конечно, когда окном в мир становится кинотеатр. И фильм, который вы назвали, тоже я хочу вам сейчас показать. «Девичья весна», где главную роль играет Мира Михайловна Кольцова. Давайте посмотрим. Мы присутствуем на киносъемке. Главной героиней этого фильма будет Березка. Руководитель с ансамбля Надежда Надеждина. Внимание, съемка началась. Галина Николаевна, можно к телефону? А Галины Николаевны нет. Как нет? Я и тогда завтра позвоню. Завтра можете тоже не звонить. Она сегодня на Волгу уезжает. Как сегодня? Рожденная в СССР Мира Кольцова в гостях у меня сегодня. 127-72-78 та самая Мира Кольцова, которая, мне кажется, могла задаться блистательная кинокарьера после этой главной роли. Были же предложения, да? Да, да. Предлагал Герасиму сразу на четвертый курс идти. После фильма. Это была его мастерская. Два режиссера, выпускника делали фильм. Он приехал и увидел меня за инструментом на пароход к нам. я пела французскую песню «Осенние листья». Все слушали, играла я. Он говорит, кто это? Это Генгланд Герой. Да вы что? Девка-то какая. А роли-то нет никакой. И вот подписали туда. А в то время были стеряги, борьба со стерягами, а я по-французски пою. Да почему? Там лягушку я пела. И он пальма появилась. Появилась большая сравнительная роль. И в общем-то от природы поставленный голос, это детская моя студия Дунаевского. Все это дало результат такого обучения получилось. Почему я постоянно говорю вот вас передача особое название ностальгии это же чудо какое-то. Ну давайте мы немножечко того времени возьмем заботу о поколении молодом. Давайте поможем их воспитать. Потому что сегодня трудно получить образование. Коммерциализация идет и не всегда педагог профессионально попадает руководителем. А отсюда кривые спины, сколиоз, кривые руки. Поэтому я в общем и Березка ведет большую в этом вопросе работу, чтобы помогать детям душой очищаться. Мира Михайловна, а почему в кино-то не пошли дальше? Почему не приняли все предложения, которые были? А потому что я с каждым днем больше влюблялся Березкой по сей день. Или Надеждина была настолько строга, что нет. Нет, она конечно была строга. Но Мер так себе, а ты королева. Тоже ее фраза? Да. У тебя будет много врагов, она говорит. Ты не бездарь, у тебя будет много врагов. Она не ошиблась. Да. Потому что, ну вообще, как вы думаете, в ансамбле Березка были непростые времена. Достаточно мне просто сказать вам, что мы 20 почти лет были на улице. Мы коренные москвичи. Когда была перестройка, нас попросили из здания. А из какого здания вас попросили? А мы работали все правильно. Хорошо, что попросили. Но мы 20 лет работали там с Надеждиной. Это был монастырь. И приезжали иностранцы, как символично. А до этого там стояли маты, спортивные эти вот козлы. Просто была свалка. Потом приехали мы туда и работали при Надеждине 20, 20 с лишним лет. Ну и однажды в прекрасный день взяли церковь и передавали. И когда была передача, тогда Патриарх сказал, нельзя рушить одно, воссоздавая другое. Не оставьте березку. И нас на 20 лет оставили. И мы бедные скитались по подвалам, по каким-то клубам. У нас был деревянный период, когда ходили мы по вот таким вот жёсточкам танцевали, потому что пол ремонтировали. Был ледяной период, когда мы работали в валенках, в других клубах. Это безумно. И вот я хочу совершенно искренне сказать здесь, поймите меня, дорогие зрители, это не красного слова ради. Мне уже не надо быть хорошей, я уже давно себя зарекомендовал, пора, помните фильм, прекрасный служебный роман, пора дискредитировать уже. Да, поэтому я хочу искренне поблагодарить Путина, Владимира Владимировича, который увидел нас в Китае, мы были проездом, мы попали на первый шоссе, приехали коллективы, которые граничат по Китаю, одеты по 500 человек, а мы всего 50. И мы так выступили, что подошли к нему страны представители, не пропадет Россия, а было самое напряженное время, 2000-й год, не пропадет Россия, раз такое искусство. Он приехал в Москву и стал интересоваться, что вообще это такое чудо, что там все с ума сошли, и увидел кипы писем наших, все писали любим березку, любим березку, но и так далее. И вот в один прекрасный день нас вызвали в управление делами президента. Кстати, благодарю сердечно за то, что мы сейчас приняты не в Министерстве культуры, а именно в управлении делами. Забота полная, хорошая атмосфера, нормальная работа. И появилось помещение у вас, да? Да, и накануне дня рождения он собрал девочек остроумнейших. Владимир Владимирович просто никто, может быть, так не видит и не понимает. И сидели, невозможно понять, сидели барышни красивые, была я с ними. И он сказал, что дает нам здание на Леонтьевском переулке, там 7. Я сейчас хочу вам показать сюжет, когда не было того самого здания, когда репетировали в монастыре, а потом уже на сцене выступала ансамбль «Березка». Это 1974 год, потом вернемся. и слегка музей и ансамбль- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, Мира Михайловна сама с наслаждением смотрит и вспоминает тот период времени, да? Да, я видел некоторые кадры, конечно. А, да, то есть впервые видите какие-то моменты, да? Да, да. А я вот смотрю на все эти кадры и думаю, ну вот это же тоже чудо, да? Коллектив «Хоровод», как говорит Мира Михайловна, никому неизвестных девочек в конце 40-х годов из Калинина вдруг становится всемирно известным коллективом, брендом страны, да? Это невероятно. Ну вот создатель наш, великая Надежда Сергеевна. И я счастлива от того, что все, абсолютно уверяю вас, что все, кто работал в ансамбле в любой должности, получил так много от нее, если еще человек ищущий, если к нему прилипает культура, понимаете, что ушки слышат, глаза видят, доброе сердце. И вот был я уже, в общем, достаточно много лет, у меня одна запись трудовой книжки. Да. Ансамбль «Березка» и все. Там, ну, училище, там… Не, ну вы только что обмолвили, что вы даже в декретный отпуск не пошли, только родили Филиппа и сразу же на сцену. Нет, ну она другое. Когда я заканчивала ГИТИС, мне предложили кандидатскую. И философия, теория, и балетные все непосредственные. Моя профессия. Она сказала, что я твоя докторская, я твоя кандидатская. Все. Ну и я счастлива. А вообще рожать не возбранялось у вас в коллективе, Мира Михайловна? А рожать детей не возбранялось в коллективе? Нет, ну такого запрета не было. Ну бывают негласные запреты. Нет, ну у меня понятно, почему. Понятно, потому что, во-первых, это все ведущие места. Да. Да. А потом, вернется ли. И первое время беременности она говорила, боже, как видно, как видно, так эмоционально. А потом говорила, уже поворот, есть такое движение, танец четыре девушки, сейчас два злоптого, напомните, я расскажу смешную историю. Рам-та-та, поворот, профиль. И уже видно было, талия там такая, как типа у казачки, баска. Ничего не видно, ничего не видно. Поэтому это было не так все просто. Ну конечно. Да, потом она, конечно, возлюбила сына моего впоследствии очень, и это было приятно. Он и, ну потом, мы поговорим, и надеюсь, мне можно будет сказать пару слов о моей прекрасной семье. Давайте сейчас скажем, раз уж мы заговорили про сыночку вашего. Он замечательный композитор прежде всего, да? Да. Который начинал, как наш коллега композитор. Для телевидения писал очень много, да? Да, да, и на телевидении у него и мультфильмы, и мюзиклы. Ну давайте покажем фрагмент. А главное для Березки. И для Березки тоже. У нас были великие Кузнецов, Корнев. Ну, с Кузнецовом, пожалуй, никого не сравнивайте, но Филипп именно вобрал сын мой, именно кузнецовское начало. Давайте покажем, что делал Филипп по началу своей композиторской деятельности, какие заставки он делал. Потом хочу показать вашего внука, чем он занимается. Потом хочу показать вашего любимого супруга. Какой шпионат. Шпионат абсолютный. Давайте смотреть, потом вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор А.Кулакова Редактор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я буду рада. Редактор субтитров А.Кулакова Вот видите, текут разные реки, да, и большие полноводные, любим речку свою, течет в нашем краю. Это вот то, как выглядит березка сегодня, друзья мои, поскольку коллектив жив, продолжает плодотворно работать, но все мы немножко творчески остановились в связи с пандемией, в связи с этой эпидемией, но тем не менее жизнь березки не прекращается на протяжении, вот как в 48-м году он образовался, коллектив, да? Так вот, по-моему, паузы не было вообще, да? Нет. Даже в 90-е непростые годы. Даже в те годы, когда мы болтались на улице. Что вы, самые активные. А, наверное, все-таки есть какой-то закон, я так предполагаю, что в трудностях как-то возникают особые крылья. А особые крылья возникали, когда вы приезжаете в Европу, и там, допустим, сложные антироссийские какие-то отношения, и приезжает абсолютно такой пророссийский коллектив. Были такие моменты, когда приходилось откладывать кастрюлю? Ну, у меня нет. Например, сидя в зале, я слушаю, смотрим концерт, а вот тут вот распространяются вот эти вот газовые. А, да? Да, и публика сидит, просит остановить концерт, проветривают залы и возвращаются. А в интервью, так мне постоянно, когда было ускорение перестройка, они что-то никак не понимали в Италии, что такое ускорение. И все время задавали вопрос, учкаре, что такое учкаре? Так надо было догадаться еще, что это такое учкаре. Ну, объясняешь, говоришь. Но вообще Надеждина, обращая внимание ваше, она демонстрировала такую удивительную, правильную позицию во все трудные времена. У нас же были ужасы, чего только не было с «Березкой». Разбивались в самолете по-настоящему в тайфуне, не просто так. Да, это был второй тайфун. Над Филиппиной летели на… Господи. Ну, в этот переход к Индии. И просто разбивались. Дальше наводнения тонули. И, наконец, такие вещи, как, например, летели мы в Чили, остановили нас на две минуты, чтобы вышли вот так, как в халатике сидел, потому что летели мы в Аргентину. Это пересадка была. Нужен был самолет, оказывается, наш, чтобы посадить кубинскую делегацию и отправить ее на Кубу. Это был альендовский переворот. И 11 суток напротив президентского дворца сидела бедная березка с одной сумочкой. Багаж был там, где-то в аэропорту лежал. И мы наблюдали всю эту картину. К нам прибегали люди со стороны. Рыдали эти комары, раз никого не упускали. Постепенно сокращался рацион. И 11 суток мы видели, как... То есть без багажа, без одежды, без зубных счетов. Да, да, все, абсолютно, расстрелы мы видели на стадионе. Но это маленькая часть. Я сказала вам, маленькая часть. И когда мы, все-таки нас вызвало правительство, оттуда вывезло, и мы летели дальше в Аргентину, то там в то время избирали перона. И орали так ночью, ехали машины, все в железках, и кричали перон, перон. Тоже спать было нельзя. Неизвестно, что будет. Поэтому березка все и претерпела, и никаких не было особых дел. А Надеждина показывала так. Пример. Однажды барышня в бассейн нырнула, а вынырнула, начало землетрясение на парапете. Схватила полотенце и бегом. Надежда говорит, Марго, ну что же вы, дорогая, вы же советский человек. Давайте увидим Надеждину, как она репетировала с коллективом. И в этом же сюжете хочу показать уже потом преемственность, работу с коллективом Мира Михайловны. Давайте смотреть. В дни праздника в московских театрах, концертных залах, на эстрадах и площадях состоится ежедневно до 80 концертов. Там вы увидите и русские танцы в исполнении ансамбля «Березка». Руки, девушки, у вас совершенно одинаково, они симметрично выращены, выросли, так вы их, пожалуйста, эти руки держите симметрично. В море очень нехорошо было, море, если вы успели заметить. Первая половина получила аплодисменты, но сработать и не только механически, но должны об этом и подумать. Руку Лены Степановой выше. Соня, сделай так, чтоб не видно, да. Элла, ритмично. Неритмично, конец. Очень плохо, Элла, спешишь. Ольга Исхимов, давайте примем звонок, потом поговорим. Ольга, добрый вечер. У нас что-то сегодня со связью, друзья мои, что-то с телефоном происходит. 127-72-78 номер нашего телефона, перезванивайте. Только что мы увидели работу с коллективом Ермы Михайловны Кольцовой. Если все делать правильно, в процессе вырастешь на 5-10 сантиметров. Вы можете представить, если все это делать правильно, то на 5-10 сантиметров осанка твоя выпрямляется, и ты растешь. Да? Это правда? Хотите покажу? Хочу. А вы вот сами уже все делаете. Так я еще не вырос, я пока на 1 сантиметр. Вам кажется, что вы не выросли, выросли. Ну это может быть в глазах ваших я вырос. Смотрите на меня, смотрите. Смотрю. Потянула за волос, это коронное в номер. Тянете, вытягивается позвоночник. Вот эта часть поднимается от нижней части тела, облегчается вверх, и вы танцуете сколько вам угодно. Я бы сейчас пошел с вами в пляс и, быть может, изучил ваш фирменный шаг к березке. Мы сейчас с вами устроим. Мы после эфира устроим, Мира Михайловна обещала сделать из меня человек. А Ольга Исхима. Ольга, добрый вечер. Не получается? Сейчас 127, 72, 78. Что происходило в березке в 80-е годы? Давайте смотреть, потом вернемся. Государственный академический хореографический ансамбль «Березка». Березка «Березка» Вы знаете, уникальность «Березки» не только в там фирменный шаг, когда кажется, что девушки стоят на месте, но при этом пол как будто сами под ними движется. А не только вот в этой осанке, не только в росте на 5-6 сантиметров. Но и в том, что танцуют девчонки, если вы обратили внимание, не телом, мимикой, жестом, глазами очень часто. Да? Спасибо. Это вот тоже верно. Нет, это не то же, это просто основа. Основа видеть, не видеть публику. Это вот такое закодированное выражение. Когда ты идешь мимо, несешь образ той новеллы, которую ты танцуешь. Ну, зритель, я рассказываю это часто, но, позвольте, я повторю, потому что в этом загадка Надеждиной. И в этом ее традиция, которую она передала. Слава Богу, мы подхватили это. И, в общем-то, каждый день, посвященный, идет всегда сообразую, сообразую. А как бы Надежда Сергеевна сделала это не потому, что, знаете, нужно Божьей упасе. А потому что, действительно, это духовное особое настроение. Это Ипсон, это Чехов, это Толстой, если хотите. И все абсолютно человеческие чувства передаются от сцены в зал. И когда-нибудь этот великий фокус откроется. И кто-то получит Нобелевскую премию, что поймут вот эту тузелку, когда же это все вместе слилось. Потому что глаза публики абсолютно интонируют то, что идет на сцене. И в этом заслуга нашего коллектива, потому что мы работаем над эмоциями. И поэтому я говорю не балетные танцоры, а актеры. Артисты, конечно. И мы имеем, да, и награды. Это, например, Юрий Мефович Соломин. Уважаю, люблю, обожаю этого артиста и деятелей культуры. Мы награждены, и он нам вручал, как театральным актерам. Ну, я тебе сказал, девушки танцуют. На самом деле ошибся, потому что вот в первых номерах, если вот первые сюжеты, там действительно до 50, по-моему, девятого года были исключительно девушки в коллективе. Но потом произошел раскол своего рода, и Надеждина сделала революцию, да? Хотя отправила вас, по-моему, на заседание Минкульта, чтобы вы отстаивали мужское население в коллективе. Да, 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 да. Притом это была коллегия ужасная. Всех ругали, грузины приехали. Сухишвили, Мишевили, Моисееву, Александровичу, у него там остался кто-то из молодого балета. Он еще классический, когда он сказал, мало платья, сказал правду. И там кто-то сбежал. Ну, ему говорят, садитесь. И вдруг Надежда сказала, пойдешь ты на совещание. А со мной был новый директор, милейший человек, дирижер, который ничего не делал. Он говорил, голубчики, в автобус, милейший просто, дядечка, да, как, проходя в Антракте, всех сажают, всех ругают, коллеги там, и в тибетейках, и в шапках, в папахах, но вся страна съездит в министерстве СССР. Так как отстояли мужиков-то? Да, и я встала и стала рассказывать о том, что хоровод на Руси вообще-то заводил мужчина. А мы просто сеялись, сеяли, трудовой процесс. Ну, Илья Муромец, Алеша Попович, это тоже ведь наша молодость народа. Да, конечно. А Кащей Бессмертный? Тоже туда же. О, еще как. Вот, и Леша, и всякая другая нечисть. А любовь? Как же она может быть одна? И вот я как раз приводила пример, что мы танцуем при тече любви. Вот, мы ждем своего любимого. Ан, а он вот тут. И рука-то подается, и ты даешь эту руку, совершенно разные настроения. Но, кроме того, Россия так богата сказами, обычаями, культурой, что можно было с мужчинами такое устраивать, что она и сделала. В общем, вы с Надеждой отстояли мужчины. Ну да, Надеждина, она была верна себе. Она остроумнейший человек, умела так, знаете, хорошо отметить, похвалить. Она позвонила и сказала, Миракль, а в чем ты была бы одета? Миракль так называла, просто кто не знает, Надеждина, Мира Михайловна. Это слово идет от слова, Миракл английский, чудо и французский. Мне не больно вырылось, я не хотела сегодня этого говорить, потому что уже слышали люди. Ну, а в чем ты была одета, что тебя так сушили, интересно? Не то, как ты говорила, а в чем была одета. Ну так, шуткой. В общем, нормально. Потом я с мужчинами танцевала. Так в чем вы были одеты-то уже заинтриговали, Мира Михайловна? На мне был такой синий, типа морского пиджака, золотыми пуговицами. Я все это любила, умела, с детских лет рисовала. Бедненько жила, но зато рисовала какие-то куклы, придумала какие-то фигни-флюшки. Это мне, кстати, помогло и во многом помогло. Учи еще, вспоминаю опять с радостью, когда изучали просто сначала в школе, играли в храме Василия Блаженного. Там был вход тогда. И мы поднимались, играли царицу. Когда начали изучать Древнюю Грецию, Господи, кем мы только не были. И Афина Паллада, и Артемида. Примем звонок Натальи из Москвы. Наталья, попробуем с вами поговорить. Сегодня беда со связью, но вас мы должны услышать. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Говорите только коротко. О, прекрасно, я позвонила. Слушаем вас. Я хотела бы сказать, Мира Михайловна, выросли. Ой, ну что ж, как жалко, у нас сегодня со связью такая беда. Наташечка, ну все равно спасибо. Какое количество звонков мы сегодня приняли. Но вот что-то со связью, прям видите, как это происходит. Как выглядит березка сегодня? Давайте смотреть, потом вернемся. Субтитры подогнал «Симон» У нас меньше минуты остается до конца эфира, поэтому мы подрезаем все сюжеты, потому что не остается времени. Я бы наслаждался еще. Я думаю, что вы к нам придете через какое-то время, Мира Михайловна, и мы поговорим о том, о чем сегодня не договорили с вами. Да? Володенька, во-первых, вам спасибо огромное. Вы так хорошо и достоинно сегодня провели эту передачу со мной. Я очень нервничаю, откровенно вам скажу. Почему? Да, у меня, в общем, довольно известная уже система интервью. Но вот такой прямой эфир волнительно было. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы понимали. Я то, что видела, я не видела никогда. Ну вот видите, для вас тоже какие-то открытия сегодня были. Благодарю вас сердечно. Спасибо. Я напомню, что... Еще раз от всего коллектива, от нашего нового директора, с удовольствием говорю о нем, поскольку при нем ладится работа. Спасибо. Руководитель государственного хореографического ансамбля «Березка» Мира Михайловна Кольцова была у меня. Мирочка Михайловна, спасибо вам. Я вас буду ждать через год снова в этой студии. А я вас жду на новой программе. А у вас на новой программе. Увидимся завтра в 22 часа с вами, друзья мои. До встречи. Спасибо. Рожденный БСССР Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова